Таким домом культуры, даже дворцом, как теперь его называют местные, могут похвастаться не в каждой станице или хуторе. Для Кабардинки это настоящее место притяжения жителей. По выходным здесь устраивают концерты и дискотеки, а в будние дни проходят занятия. Всего насчитывается около 30 творческих кружков. В 2017 году в ДК полностью отремонтировали зрительный зал. Осталось навести лоск в кабинетах и репетиционных залах. Ведь учиться искусству дети должны в комфортных условиях. Об этом в июне прошлого года Вениамину Кондратьеву на личном приеме рассказала Галина Камзюк. Коллективы творческие на достойном, достаточно хорошем уровне воспитываются, поднимаются. Но вот есть такая проблема, знаете, зал там хорошо, заходишь в АИ, как бы не очень. Мы хотели попросить вас помочь с этим делом. Я, знаете, вас здесь максимально не то, что понимаю, я сам сельский житель. И реально помню свое детство, свою юность, по крайней мере, даже когда учился в университете, что клуб, он был центром, когда мы собирались. Не было телефонов, не было чего-то, но была программа в клубе. Были вечерние мероприятия. И сегодня эти мероприятия должны быть. Поэтому я здесь максимально поддерживаю вас. Клуб должен быть таким, куда хотелось бы все время приходить. И это моя принципиальная позиция, что клубы должны быть. И должны быть комфортными. А должны быть уютными, удобными. Должны быть современными. Потому что, понятно, молодежь современная, я в частности о ней сейчас больше говорю, они должны переходить в клуб и ощущать, что они находятся сегодня в современных условиях. По поручению губернатора, ремонтные работы в ДК начались уже через месяц. На реконструкцию из местного и краевого бюджетов было выделено еще около 4 миллионов рублей. В здании заменили пол, старые двери и окна, танцевальный зал, в котором дети и вовсе боялись заниматься. Теперь воспитанники покидать отказываются. На первом этаже открыли кабинет для занятия вокалом. Место нашлось и для костюмерной. Появилась большая костюмерная. У нас было пустое помещение под крышей в виде кладовки. И теперь у нас там большая костюмерная, где все наши костюмы, реквизит, в полном порядке, отопление. Мы очень рады, потому что у нас чисто, красиво и аккуратно. О выполнении поручения губернатора рапортуют и в Славинске-на-Кубани. Там исполнили давнюю мечту мальчишек и девчонок, проживающих в округе Южном. На территории 16-й школы возвели многофункциональную спортивную площадку. До этого играть в футбол или волейбол детям приходилось на пустыре. Игровую зону возвели по государственной программе Краснодарского края. Развитие физической культуры и спорта. Теперь школьники с удовольствием посещают уроки физкультуры, а в свободное время поддерживают здоровый дух на уличных тренажерах. Да, площадка очень хорошая. Тут очень удобно заниматься. Ворота хорошие. Новое поле сделали и удобно стало играть. Можно приходить не в другие школы, а в нашу. И можем рассказать других ребятам, какая у нас крутая площадка. Всего за последние три года в крае открылось 43 подобные площадки. Планируется создание еще 10, чтобы молодежь могла заниматься спортом в комфортных условиях. А вот в станице Воздвиженское и Курганинского района тоже были обеспокоены вопросами здоровья. Только вот местные жаловались не на отсутствие спортивных площадок. В октябре прошлого года с просьбой построить новый офис врача общей практики главе региона обратилась Мария Аксенова. Вениамину Кондратьеву она рассказала, что в старом здании амбулатории уже невозможно лечить людей. А до ближайшей медицинской помощи 15 километров. Бригаду скорой медицинской помощи необходимо вызывать и ожидать из соседней станицы Тимиргоевской. И поэтому, конечно, как и для меня, как многодетной мамы, так и для всех жителей нашей станицы этот вопрос очень важен. Тогда обратно в станицу Мария вернулась с хорошими новостями. Губернатор пообещал помочь. И уже через три месяца в январе Воздвиженской заработал офис врача общей практики. Сегодня лечение здесь проходит около двух с половиной тысяч человек. Местные радуются. В просторных и оборудованных кабинетах можно сделать прививки, пройти необходимые процедуры и даже записаться на дневной стационар. Елена Коробова здесь пациент частый. Пенсионерка страдает от гипертонии и находится под постоянным наблюдением врачей. Так называемый семейный доктор. Теперь через дорогу от ее дома. Приходится приходить часто. А теперь вообще можно не выходить отсюда. Здесь и дневной стационар, и физкабинет, и много что можно здесь сделать. Не ездить и пуганиться. На приемы граждан главе региона зачастую приезжают жители отдаленных поселков из станицы. На сущных проблемах Вениамину Кондратьеву кубанцы рассказывают напрямую. Так, жительница Кавказского района Регина Мишина в июне обратилась к губернатору от лица обеспокоенных мамочек. Станица Дмитриевская – это единственный населенный пункт в муниципалитете, где осталась очередь в детский сад. Женщина просто боится, что для ее ребенка не найдется места. На встрече с главой региона выяснилось, к детскому саду уже возводят пристройку на 60 мест. Средства на его строительство, а это более 30 миллионов рублей, были выделены из краевого и местного бюджетов. Пристройка вместила две группы, одна из которых – ясельная. Кроме того, оборудован новый пищеблок, музыкально-спортивный зал и медицинский кабинет. Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что в станице Дмитриевской есть места для новых воспитанников. Яна Бузычкина, Кубань, 24.